В ноябре 2011 года в Республике Якутия при проверке строящегося дома Роспотребнадзор Республики Якутия обнаружил несколько комплектов присоединительной арматуры, загрязненной радионуклидами. Этот факт действительно имел место. Присоединительную арматуру мы сами не производим, мы покупаем ее у поставщиков. И многие наши заказчики заказывают счетчики вообще без присоединительной арматуры, поэтому поначалу было даже трудно сказать, мы укомплектовывали эти счетчики присоединительной арматуры или она была куплена где-то на стороне, но поскольку она засветилась, извините за каламбур, именно с нашими счетчиками, поэтому мы и попали в поле зрения соответствующих служб Роспотребнадзора. Любым даже бытовым дозиметром можно действительно померить уровень радиационного фона от данной присоединительной арматуры, его точности вполне для этой цели достаточно. Он, естественно, покажет превышение естественного фона в помещении. Зусловно, это является неким превышением нормы, потому что наши нормативы, принятые в нашей стране, достаточно жесткие. Но Санкт-Петербургский институт радиационной гигиены проводил исследование по факту выявления данной присоединительной арматуры и сделал заключение о том, что если даже предположить, что в квартире у среднестатистического гражданина установлена такая присоединительная арматура, в ванной или в туалете, и предположить, что человек проводит в этом помещении не больше часа в день, то та суммарная доза, которую он получит в год от данной присоединительной арматуры, будет в 25 раз ниже, чем естественная доза, которую мы получаем от техногенного фона, то есть от излучения земли, гранита, от посещения рентгеновских кабинетов. Данная неприятная ситуация уже в прошлом. С 1 декабря 2011 года в нашей компании и во всех ее филиалов введен тотальный радиационный контроль, производственный радиационный контроль как входящей продукции и комплектующих, так и выходящей продукции. После такого известия рынок отреагировал, конечно, очень бурно. Резонанс был буквально по всей стране в процентном соотношении. Сложно, конечно, эту цифру вывести, но в результате вот этого резонанса падение продаж все-таки произошло. Редактор субтитров А.Семкин